Веакомпания это много профессий, много очень слухов, злободневные, неудобные вопросы. У меня будут достаточно часто появляться. Часто появляться. В чем сила, брат? А сила в правде. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Приветствую всех, кто уделил время нашему мероприятию. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена некой такой презентации канала, который мы хотим создать и вести. Про жизнь силы, про жизнь авиации, ну и про сильные стороны жизни авиации. Все. Ну, теперь, какие возникли вопросы, буду рад ответить, разъяснить. Давайте начнем, вот, пожалуйста, сила ТВ. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. У нас назрел такой вопрос. Будут ли у вас выложены ролики ваших авиакомпаний на сайте, либо еще где-то? Ролики, которые мы планируем размещать в соцсетях, обеспечить доступность всем интересующимся и желающим узнать про нашу жизнь, ну, не только про нашу, темой должно стать, как освещение именно работы авиакомпаний малой авиации. Много очень слухов, много, ну, я считаю, что неверной информации, которая распространяется. Мы хотим это все развенчать. Ну, и в том числе, по ходу действия будем стараться рассказывать вообще про жизнь авиации и про работу диспетчеров, техников, аэропортов. Постараемся организовать какие-то видеоэкскурсии. Будем, может быть, особо, наверное, будет интересно тем, кто рассматривает свою будущую жизнь связать с авиацией. Вообще, какие документы, как прийти в авиацию, как жить в ней. Вот, особенности, новости будем рассказывать, в том числе и новости по работе нашей авиакомпании. Ну, и самое, что хотелось бы иметь обратную связь. Наши подписчики и зрители будут задавать вопросы. Будем стараться в пределах возможного и разумного отвечать на все. Особенно, наверное, не особенно, а, в общем-то, будут даже приветствоваться некоторые такие, может быть, неудобные вопросы, которые нигде вы не найдете, кроме как у нас. Постараемся быть неназойливыми, ненадоедливыми. Ориентировочное время где-то порядка, наверное, пяти минут ролика. Помогать нам в создании будут профессионалы с медиахолдинга МТС. Ну, надеюсь, что все у нас получится, всем все будет интересно. Ага, так, ну давайте вот РНТВ по телевидению пойдем. Здравствуйте, а как вы будете удивляться их подписчиков? Ну, во-первых, планируется, что ролики, ну, как бы наш канал, буду вести не только я, хотя, возможно, я буду достаточно часто появляться, но я бы хотел, чтобы каждый из наших работников рассказывал о новостях компании и о том, чем они занимаются, доносил, потому что авиакомпания – это много профессий, это очень многогранная деятельность. Постараемся сделать много экскурсий, как по самолетам, по аэродромам, так и по нашим контрагентам, кто занимается этим. Ну, и самое, наверное, основное, чем удивлять, это не будем уходить, вот, ну, я уже говорил, что будут приветствоваться такие злободневные, неудобные вопросы. Будем стараться на них давать полные ответы и правдивые. Есть неплохая такая поговорка «в чем сила, брат, а сила в правде». Вот, думаем, что, как бы это нам нравилось или не нравилось, правдивое освещение информации будет всегда интересно. Давайте Барнаул, пожалуйста. Здравствуйте, а в Алтайский край в 2019 году будут востребованы рейсы? Так, по Алтайскому краю. Ну, с Алтайским краем нас связывает уже практически двухлетнее сотрудничество. Выполняли мы туда рейс по маршруту Томск-Барнаул. Очень интересное событие в прошлом году было, когда мы полпреда президента Российской Федерации выполняли, с ним, вернее, на борту, выполняли технический рейс по маршруту Новосибирск-Белокуриха. Не теряем надежды, что посадочная площадка в Белокурихе наконец-то будет задействована. Я думаю, что, возможно, даже к лету. И мы начнем туда выполнять полеты прямые. Сейчас, пока мы летаем через соседа Алтайского края, это Республика Алтай, полеты выполняются в Горноалтайск. Оттуда мы обеспечиваем бесплатный автобус до Белокурихи. Но, все-таки, надеюсь, на самой площадке будет удобно. И таким образом, если все у нас получится, удастся, у нас будет два уникальных рейса. Один – это из Иркутска на Хужир, вместо такого уникального места отдыха и паломничества туристов, ну и в Белокуриху. И об этих рейсах, в том числе, об особенностях их выполнения, о времени, о днях недели выполнения, вы все это сможете, каждый рейс мы будем анонсировать на своем канале.